Всем привет, добро пожаловать! Сегодня рубрика СНИ или же Игры от Разработчиков и посмотрим мы на игрушку The Tower of Beatrice. Ну а у автора в описании написано, что Beatrice, поэтому я не знаю, то ли Beatrice, то ли Beatrice. В общем, игрушка в стадии бета-версии, невозможно пока поставить 1920 на 1080, ну ладно, я как-нибудь с этим разберусь. Итак, Stage Select, здесь всё это можно выбирать, в настройках ничего нет, кроме звука, английский, русский язык и всё. Новая игра, давайте посмотрим. Дорогой друг, книга, которую тебе нужно забрать, находится на верхнем этаже башни одной старой колдуни. Саму колдуни никто не видел уже много лет, так что проблем быть не должно. Входная дверь в башню заперта, но это не беда. Письмо, которое ты читаешь, написано на свитке левитации. Магия поднимет тебя прямо к окну верхнего этажа удачи. По скрипту. Награду золотом получишь, когда дашь книгу мне. Хорошо. Так, интересно, что из себя представляет эта игра, потому что я, на самом деле, специально, чтобы не портить себе впечатление, не читал описание, просто посмотрел скриншоты, пресс-кит и всё. Так, окошко. Нажимаем на окошко, выбиваем стёклышко. А вот и книга, да, та самая. Так, огонёк, какие-то, видимо, задачки, квестики, пазлики. Посмотрим. Книгу взял. Попался! Ага, попался прямиком в мою ловушку. Что? Кто это говорит? Это же я, великая Беатрича. Вот почему-то Беатрича, но Беатрис. Ну ладно. Вещаю прямиком из своей книги, которой ты хотел стащить, воришка. Что ж, посиди подумай. Ха-ха-ха. Хорошо. Так, ну да, здесь нужно сейчас будет отгадывать какие-то квестики, видимо, да? Ну, понятное дело, вообще, люблю такие вещи, на самом деле. Это интересно. Здесь вопрос, там вопрос, тут вопрос. Ключ во мне! Так, зелье левитации. Перо 9 штук, горячий воздух 1 штука, холодный уголёк 1 штука, ингредиенты нежно побросать в магический котёл. Использовать по назначению не для приёма внутрь. Зелье мороза. Ключ я взял. Прикольно. Зелье ускорения, красный краситель. Посмотрите-ка, ёлка, ламанэ. Вот разбираться, разбираться. Так, ключик уберём. Вставляем. Ага, выбрался. Вижу, ты настоящий воришка. Ловкий и смекалистый. Что уж, посмотрим, как ты выберешься из моей башни. Хи-хи-хи. Ага. Я о том же. Так, вы что-то там. А вот и ключ от двери, бери и открывай. Ах, да, он же прикован к брелочку, миленький, правда? Какая жалость, цепь коротковата. Немножечек. Так, это понятно. Пёрышко, бутылочка. Так, свечка. Всё, это нам больше не надо, да? Good cemetery dirt for magic experiences. Ещё пёрышко одно. Прикольно. Однако, скажу вам, очень даже интересно это работает. Ну, такой point-and-click квестик получается. Это сюда мы, значит, зелье будем колдовать. Так, отлично, это есть. Пёрышко здесь тоже загадка какая-то. Вот это интересно. На самом деле, интересно играть в такие игры. Почему? Они просто, ну, позволяют расслабиться. Более-менее, конечно. Не сказать, что прям постоянно от них расслабляешься. Но, в целом, да. Пёрышко. Ещё одну пёрышко нашёл. Так, здесь я уже был. Что у нас по знакам вопроса? Угу, огонь. Понятно. Так, ещё раз. Что у нас там есть? Зелье сквозь зеркало. Зелье жизнь. Зелёный краситель. Заставьте его цвести. Синий краситель. Взорвянка. Одна штука. Будьте осторожны. И дай ягоды взорвянки. Так, красные. Зелье левитации. Зелье мороза. Лёд. Девять штук. Огонь. Красные штаны. Не то. Так, зелёный краситель. Цветок кактуса. Мороженая морковь. Взорвянное семя. Зелье сквозь зеркало. Магнум максимус. Зелье уборки. Но ведёт порядок в вашей захламлённой комнате. Быстро, просто, весело. Достаточно одной капли листочек. Ключ, золото. Дырявый сыр. Мозг демона. Обалдеть. Сколько что-то страницы должно быть вообще, по идее. Так, ладно. А что у нас? А, вот ещё пёрышко. Шесть штук нашёл, да? Чём-то похоже на игрушки, в которые мы раньше играли. Ещё бы знать. Хотя, примерно, подсказку можно найти где-то, да? Так, сколько там их штук? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет. Так, дело не приятно. В кастрюльку, что ли, положить это всё? Нет, так не срабатывает. Зелёные бутылки. Ножичек. Какие-то. Во, кочерга. Угольки нашёл. Горячий уголёк. И нужно каким-то образом сделать холодный уголёк. Ну, нужно где-то раздобыть воду, я думаю. Ножичком поковырять лёд, наверное. Нужно. Нет? Нет. Не всё так просто, как кажется, на первый взгляд, да? Ну, интересно, интересно. Тыкаешь туда, тыкаешь сюда. Уголёк, пёрыжка. Так, Беатрис. Ну, Беатрич, Беатрис. Давай, открывай. Он привязан, все дела. Нет, так не получится никак. Нет. Вот здесь что-то я не понимаю загадки. Огонёк? Может, огонёк вставить? Нет, как-то. То есть, плохо что в этой игре? Плохо то, что нет туториала никакого изначально. То есть, хотя бы какую-то тестовую миссию, где нам бы показывали, что нажми туда, вот это сделать так, смешать зелье, вот так, вот так. Ну, не знаю, разработчик вот только-только её выпустил, получается. И когда будет полноценной, вроде бы 17 июля, что ли, написано было. Что-то такое было написано. По-моему, 17 июля. Вот, растопим. Получим холодный уголёк. Угу. Готово. Так, что по книге? Ещё раз смотрим. Перо, горячий воздух, холодный уголёк. Перо, горячий воздух, ингредиенты нежно побросать в магический котел. Так, перо 9 штук. А, 6 перьев. Ёлок, у меня только... У меня только... Сейчас, 6 же перьев, правильно? 6, 9 перьев, то есть 9 нужно побросать. Матерь. Ведьмина. Что здесь-то? Здесь я перышки нашёл. Ничего такого больше не было, да? Перышки. Нет. Нужно все 9, видимо, собрать. То есть не так-то это просто, я понимаю. Кочерга была, кочергой мы что-то задействовали. Коснулись. Здесь надо как-то разгадать, а как это сделать, пока не особо доходит. Ну, может покрутить, как мы делали это раньше, рандом. Но это замучишься. Это 5 комбинаций. Это не 5 комбинаций, это 5 крутилок. И сколько комбинаций, это очень много. Где же подсказка-то, интересно? Так. Ну, здесь Good Cemetery Dirt. Это не только кладбищенская грязь. Идеальная для захоронения. О, сосульку взял. Пёрышко седьмое. Ага. Так, здесь у нас свеча. Нет, на свечку никак ничего такого сделать не могу. Накрыть может как-то, нет? Что это даст? Ничего это мне не даст. Так. Ладушки, ладушки. Окошко мы открыли. Сосульку забрали. Больше здесь ничего такого нет. Может быть, ножом распороть мешок? Да. Ещё. А, вот. Загорелось здесь. Теперь нужно решить задачку с белым. А где у нас белое? Куда уходит? Красное решил. Зелёное решил. Синее. Теперь на синее что-то нужно положить тоже. Бутылку поставить. Смешно. Да, смешно бутылку поставить. Ага. По бокам ходить никак нельзя? Наверное, нет пока ещё. Так, синенькая вот. Синенькая у нас вот идёт. Я, в принципе, всё задействовал, кроме как синенькая осталась. Но как разгадать синенькую, я что-то пока недоумеваю немножко. Крутилки. Может их выставить в одну сторону или вниз как-то. Музыка вот ещё однообразная. То есть она не меняется. И происходит одно и то же. Вот это вот немножко наскучивает. Начинает надухать. Тун-тун. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-тун. Ту-ту-тун и всё как бы. То есть вот. Так, может быть, каждый не должен касаться. Например, сделать вот так. Не знаю, откуда я это беру. Но так просто нет. Нет, это явно так не работает. Ох-ох-ох-ох. Так, что по подсказкам? Здесь нажал, здесь срезал, здесь зарезал, здесь всё сделал. Что-то с огнём. Ну вот, может быть, затушить. Во, сосулька, водичка. Так, вода есть. Бутылку набрать, что ли? Ну, бутылку набрать. Во, плеснул водички. Открывается. Ну, прикольно, слушайте, проклятие. А ты, правда, смышленый. Ну, как тебе сказать, ведьма? Разгадал загадку стихий. Неплохо, неплохо. Это мой алхимический котел. Береги его. Ладно, я перо еще возьму. Так, смотрим. Ага. Вверх, влево. Сейчас запомним. Вверх, влево, вниз. Вверх, вверх, вправо, вниз, влево. Влево, вверх и по центру. Так, вверх, ага. Я, в принципе, правильно взял. Ядрить то и налево. Какой прозорливый. Ладно. Вниз, наискосочек. Ладно, хоть не сбрасывается. А то в некоторых играх, я помню, сбрасывался. Это дедобро. Так, влево и прямо. Угу. О, девятое перо. Отлично. Так, хорошо. Перья. Нет, не так это делается. В котел. А, в котел побросать. Куда я бросаю-то? Уголек. Что еще? Ножик? Нет, не ножик. Нам надо было. Сейчас, сейчас, сейчас. Так. Перо, горячий воздух, холодный уголек. Ээээ, а. Тихо. Во, горячий воздух. В бутылочку набрали, как банка получилась. Так, вот оно что. Зелье полета мы сделали, да? Ну, прикольно, необычно. так сколько ждать зелье 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 сколько что варится то будешь зелье скажи нам набираем в бутылку колбочка готова воришка ты сварил свое первое зелье поздравляю тебя ты можешь стать моим учеником если выберешь из моей башни так как применять зелье теперь на камень я понял левитация на камень не на себя а на предметы мне молодец автор здорово сделано определенно ты способна выбрался из клетки а то я старался выбрался из комнаты не сможешь ли ты выбраться из башни сомневаюсь вот я тоже думаю что я сомневаюсь в этом уже моя часовая башня а часовая башня что с ней стало паутина бардак пыль и часы стоит нам нужно значит зелье так сейчас скажу какое зелье зелье уборки листочек ключ и золото 7 листочков ключ и золото будь осторожна это крепчайший ром взбивай с ног даже самых жутких пиратов он очень крепкий решил весь мой мини-бар выпить ну так вот ты опоздал все бутылки пустые включая эту а знаешь ли ты что это за бутылка это спириту от ордорис демоническое пойло хорошо я учту я бы не советовал тебе открыть эту дверь и хе-хе-хе хорошо ну вот подсказка есть мартин мартин кто это сделал куда пропал скелет моего любимого мартин понятиями знаешь ли ты человек кто такой мартин конечно же нет мартин это великий могучий сверхсильный хомяк смеешься если бы ты встретился с ним наедине то и жалкие мускулы стали бы еще меньше от страха мартин был величайшим силачом еще маленького приютил титан и вырастил как сына он кормил его баобабами и поил озерами люди думают что реки высыхают из-за засухи наивно это мартин выпивал теперь его нет и часы стоят именно благодаря ему часы шли он был их движущей силой когда его не стало часы остановились ты взял мой нюхательный табак и тоже любишь чихать забористая штучка нос очищает мгновение люди из окрестных деревень частенько слышали гром среди ясного неба они думали это бой гневаются ты же понимаешь что это было ха-ха вот только посмотри на него он же весь отсырел ладно ничего страшного так шестеренка 1 м мартин эх мартин без тебя часы стоят кость интересно откуда он тут понять ними у тебя тут все непонятно госпожа моя хорошая так здесь какие-то пароли опять бочка капает закрывай 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 яд какой-то пошел ой не тут подождите секунду они свирепы 2 мороженое открывай эту дверь хи-хи молодушки о чё-то я там делаю что ты наделал моя статуэтка моя статуэтка это была награда за победу я победил в конкурсе алхимиков в награду дали эту статуэтку правда она из железа а должна быть золотой они сказали ты алхимик ты преврати ее в золото понятия не имею как это делается честно говоря я и конкурс зульничала неважно вытащи голову у него изо рта и приляпай обратно варвар варвар еще какой мы камни и мы гордимся этим и живые а ты знаешь почему видишь бочку справа не живая вода на все оживляет вот и нас оживила причем кто ближе к бочке тот более развитый с чего я умнее конечно меня два глаза у тебя один а ничего не доказывает это у левого даже тань его проблемы а кроме на старых есть еще один камень прямо подо мной видишь страшный шутки злой кусается не буди его а то откусить что-нибудь уже так тут цветочек окочурился от пойло да такого пустая бутылка пустая бутылка наполнили живой водой косточку нашли еще кость шестереночка забавно сделан скажу я вам интересно даже очень все сделали ох ёк что сворачиваешь ты игра так живая вода живая вода живая вода чего тут только нет замочная скважина шестерни опять так что у нас по вопросам тут еще есть а тут что-то непонятное течет куда-то ёк колобины так 12 а тут наверно какие-то часы правильно нужно расстать там какие-то карты он кто-то в карты играет а интересно скажу вам интересно так нет не ему дать надо ёк да хватит сворачиваться но вот еще проблема то есть не очень удобно сделано то что как объяснить то в общем в окне игрушка можно конечно аль enter нажать чтобы полноэкранка была но это как-то странно смотрится поэтому играю так так сюда посадить мартина две косточки нас есть все набрали собрали бога еще такой мне кажется где-то я уже видел эти кости что-то очень знакомое а вот сюда на табачок поставить наверно так ладно высушить нужно табачок не хотели прикольно мне нравятся такие игры так пожарил а пожарил табака интересно однако так что у нас еще по подсказочкам дверь сверху ничего нет нет ничего нет вот здесь что-то еще был мартин а вот нужно собрать мартина здесь по частям сколько 5 6 интересно частей это здесь спрятано здесь спрятано понятное дело что ж думаю здесь для знакомления мы закончим играть в эту игру дождемся наверное окончательной финальной уже версии посмотрим что и как я может быть вне записи поиграю в другие уровни здесь их можно выбирать потому что это бета-версия для обзорчиков наверно так можно выразиться что ж очень здорово очень интересно вот только с музыкой немножко поработать особенно в начале потом разобраться с полноэкранным разрешением чтобы можно было full hd делать или хотя бы 1280 720 что она в каком-то нестандартном разрешении запускает сейчас трудно определить но ладно посмотрим в общем как-нибудь растяну да что нибудь да придумаем в общем то спасибо за игру автору спасибо за предоставленный ключ но если вам нравится игра ищите стиме стиме она уже вроде бы как доступна так что встретимся на просторах запишем может быть потом полноценную когда она окончательно уже выйдет а вот вижу теперь подсказки что где нужно куда нажать понятно ладно достаточно интересно грамотно все сделано то есть вдохновлялся видимо автор различными пазловыми игрушками которые были где-то в начале двухтысячных по 2012 год там прям пик был момента когда делали вот такие вот игрушки point and click еще и зелье плюс это очень интересно что ж все до новых встреч the tower of beat rich или beatrice угодно пока пока